Первая регата среди курсантов Морского училища номер 3 Национального университета Одесской юридической академии успешно прошла на Лонжероне. С этого учебного года студенты, которые закончили первый курс, должны будут пройти шлюпочную практику, чтобы подтвердить свои знания и перейти на следующий курс. Экзамен принимали, как и полагается, на воде в ходе соревнований. Подробнее в сюжете Кристины Черноваловой. На старт, внимание, весла на воду. На Лонжероне прошла регата среди курсантов первого курса Морского училища номер 3 Национального университета Одесской юридической академии. Как отмечает преподавательский состав профессионально-технического училища, настало время возрождать традиции и вводить в образовательную программу обязательную шлюпочную программу после первого курса. Проверить знания ребят решили в форме соревнований. Мы возрождаем старые добрые морские традиции морских училищ, морских учебных заведений. Когда-то давным-давно это все было и было присуще обязательной программой. Сейчас вот с этого нового года в методической разработке возвращается шлюпочная практика. И мы впервые за годы независимости нашего государства возобновляем шлюпочную практику для курсантов Морского училища. Впрочем, столь яркой регаты могло и не быть, если бы в свое время почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов вместе со своей командой не отстоял учебное учреждение, где молодежь готовит к умению работать руками. Благодаря профессионально-техническим училищам тысячи молодых людей получают востребованные рабочие специальности и остаются работать в родной стране. Именно к таковой можно с полной уверенностью отнести морское училище номер три. Применить теорию на практике – таков девиз соревнований. Курсанты собственноручно должны были завязать узел, пришвартоваться, сработаться в команде. Как говорится, прочувствовать все прелести будущей профессии. После заплыва ребята сознаются – это не так легко, как они представляли в аудиториях. Немного сложно, потому что ветер идет на тебя, весла тяжелые, иногда сбиваемся. Это было непросто, но в то же время полезно. Во-первых, мы научились командному духу, это раз, дисциплине, грести шлюпкой, как правильно участвовать, как командовать правильно, вязать узлы, которые нам помогают в жизни и как бы в море будут помогать. Впрочем, всегда есть, куда стремиться. Преподаватели рассказывают, что как для первого выхода в море ребята справились с поставленными задачами, но расслабляться рано. Впереди их ждет второй курс. Не то чтобы совсем, скажем так, занятий немножко мало, можно было бы и больше, но немножко ребята все-таки сработались, то есть начали уже работать с командами, начали учиться, научились дисциплине на воде. То есть это самое главное, что нужно было сделать, это подготовить их к будущей работе на флоте, то есть дисциплинированность. Христи, умение держать, так сказать, команды выполнять, которые будут поступать от офицеров, это очень важный момент. Безопасность курсантов превыше всего. Именно поэтому учащиеся месяц перед соревнованиями проходили специальные курсы подготовки. Главное – безопасность. Это самое главное. Дети – это самое-самое опасное. Ну, слава богу, за существование третьего училища и моих летели, никакой травмы, даже травмы не было. Море, адреналин, гонки – что может быть лучше? Атмосфера на соревнованиях была дружеская. Все друг друга поддерживали и мотивировали. Но, как нам рассказали курсанты, желание одержать победу было не на последнем месте. Ну, очень приятная атмосфера, как-то мы все слаженно, все дружно работаем, хочется как-то выйти вперед. Ну, вообще, для нас это считается дружеское соревнование. Все равно, да, хочется как-то выйти вперед, победить. Я думаю, это более дружеские, это дружеские соревнования, мы всех знакомы, это так интересно. Главное – показать правильный пример молодежи. Руководство и преподаватели училища не смогли долго задерживаться на берегу. И вслед за ребятами решили прочувствовать на себе ни с чем не сравнимый дух соперничества и получить незабываемые впечатления. Знаете, азарт, он преобладает. Мы вошли в кураж, налегли на весла, табанили, гребли, выполняли укол. Мы, ну, мы ожили, вы знаете, как это, мы живем и молодеем рядом с нашими детьми. Вот дети нам задают номер. Завершились соревнования, как и полагается, вручением дипломов. Это первые морские документы ребят об успешном прохождении практики. Теперь их официально и с гордостью можно назвать курсантами уже второго курса Морского училища номер 3 Национального университета Одесская юридическая академия. Прекрасные! Игип! Ура! 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 Ура!